Молодые профессионалы. В Чебоксарах завершился региональный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. О том, как прошел и кто победил, расскажет Юлия Важенина. Три дня эти юноши и девушки демонстрировали свое мастерство и доказывали свою компетенцию. И вот наступил день X закрытия чемпионата. Конкурсные дни позади, а это значит, что участникам остается лишь ждать оглашения итогов на торжественной церемонии. 40 компетенций для студентов и 11 для школьников. С каждым годом чемпионат набирает обороты. На этот раз соревновались в мастерстве более 300 участников из 12 регионов нашей страны. Качество подготовки студентов в учреждении среднего профессионального образования растет. И то, что количество компетенций становится больше, позволяет, наверное, удовлетворить те запросы наших уважаемых работодателей, которые рассчитывают на высококвалифицированные кадры, которые готовят систему среднего профессионального образования. Павел Павлов в чемпионате участвует впервые. И для него первый блин оказался никомым. Паша победил в своей номинации. Я считаю, что нужно участвовать для того, чтобы, во-первых, посмотреть свои результаты, на что ты готов, чтобы, получается, зарекомендовать какую-то репутацию уже сделать, чтобы потом легче было найти работу. Эльвира Ильина тоже настойчиво шла к своей победе. В прошлом году в компетенции малярной и декоративной работы девушка стала четвертой. Учла свои ошибки, сделала выводы и на этот раз она стала лучшей. Я не ожидала, что я в этом году займу первое место. Соперники были очень сильными. Я так сказала бы, очень мне нравится эта работа, если честно. Это мне прям по душе. Теперь всех призеров ждет следующий этап отборочной соревнования. За ними национальный чемпионат. И уже по его итогам сформируется национальная сборная, которая и будет представлять нашу страну в Казани на мировом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.